Собрать пикет на 100 человек против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. Такое решение приняли активисты после заседания Барнаульского координационного совета по ценообразованию. Члены совета решили, что цены нужно поднять, ведь положение перевозчиков ухудшается. Но один из организаторов акции протеста Данил Дегтярев уверен, что повышать тариф сейчас кощунственно. Многие потеряли работу, многие потеряли в зарплатах. И сейчас повышать стоимость проезда на целых 3 рубля, это буквально разорить именно наиболее социально незащищенные категории населения. Это студенты, это школьники, это пенсионеры, это просто работающие с невысокими зарплатами, которые всем этим пользуются. Мы считаем, что вот конкретно сейчас это просто, ну это некрасиво, это даже кощунственно. Сгущение красок. Так Данил комментирует угрозу перевозчиков вовсе уйти с маршрутов. Ведь в любом случае останется электротранспорт, он муниципальный. А тем временем частники со все большим нетерпением ждут принятия постановления администрации города. Поддерживают их немногие пассажиры. Ну, во-первых, качество транспорта, представляющие от лучшего. Водители тоже не совсем адекватно попадаются личности, буквально только что вылезла. То есть качество услуг не стоит того, чтобы за них платить еще больше? Конечно. В магазинах уже на сколько повысили цены. Что и проезд вот недавно повысили, сейчас опять повышали. Сильно уж дорого было. Мы так уже часто пешком ходим, чем на автобусе. Если далеко, а я тут на автобусе едешь. Как вы к этому относитесь? На самом деле, для человека, у которого доход очень ограничен, плохо. Но эта процедура, я считаю, очень стандартная. Цены не постоянно должны расти, иначе никак. Противники повышения тарифа выступают за то, чтобы финансовые проблемы перевозчиков помогало решать государство, а не горожане. Ведь кризис ударил и по ним. О масштабной программе поддержки бизнесменов давно говорят и специалисты в сфере перевозок. Да такое везде есть. Такое в Омске большую программу разработали, трехмиллиардную. В Кемерово постоянно, в Красноярске, в Новосибирске постоянно приобретают подвижной состав. У нас же ничего, никакой поддержки нет. Абсолютно. Программа в 2015 году закончилась. Эксперты считают, если постановление, утверждающее новые тарифы, не будет подписано в ближайшие дни, то с 1 ноября придется продолжать продавать билеты по старым ценам. А это убытки. Кстати, ни один из представителей перевозчиков так и не согласился дать нам комментарий на камеру. Андрей Дреер, Андрей Печоркин. День с толком. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!